Рождественская ярмарка Я рад вас всех видеть, я рад вас всех приветствовать в нашей галерее на открытии очередной зимней выставки. Художественная галерея всегда славилась преемственностью поколений. Энергия и объединяющие обаяния Владимира Коробкова и его единомышленников Василия Куракина, Виктора Антонова, Николая Марчукова и многих других подарили городу большое художественное явление и передают его новому поколению. 165 работ представлено на выставке. Ученик Владимира Коробкова Константин Буйко, исполняющий обязанности директора художественной галереи, знакомит с ее участниками. Творческое объединение женщин-художников Ирида, которому уже более четверти века. Среди новых имен лобнинцы Анна Андреевских и ее легкая, словно прозрачная акварель. Мариана Пшеничная и ее яркая живопись. Я думаю, это очень здорово, что у лобнии есть такая галерея, где можно проходить и отдавать свою душу и делиться своим творчеством. Я хочу пожелать вам в следующем году много-много творчества. Мы жили, питались и все-все получилось. Впервые на выставке работы Бориса Ложникова. Геофизика по образованию. Я еще довоенный ребенок. Я в войну начал рисовать танки и самолеты. Во мне, видимо, лет до десяти сидела эта война. Я все время оформлял газеты, конечно, в школе, в институте, на работе. В общем, на протяжении долгой своей жизни рисовал газеты. И когда закончил Московскую георазвязочную в 60-м, я стал много ездить и увидел, что все очень красиво и все надо рисовать. Конечно, больше всего меня привлекал природу. Я так по жизни и рисовал в основном пейзажи. 40 лет Борис Николаевич прожил в Якутии, поэтому его пейзажи дарят зрителю тепло вечной мерзлоты. По количеству созданных художником работ уже можно открывать его персональную выставку. Идем по залам галереи. Как старым, добрым знакомым улыбаемся сказочным театральным образом, созданным Ольгой Конторевой. Энергию и жажду жизни, движения дарят нам картины Ольги Симоновой. Словно в тающей дымке натюрморты Виктории Никитиной. Дивные цветы крыши домов и улочки Анны Владимировой Лавровой. Оптимистичный настрой батика Ирины Наташенковой. Задумчивость натюрмортов Сергея Матыскина. Тихие зимние пейзажи Алексея Козлова. Художник из Федоскина выставил сразу семь картин. Вот здесь какое-то общение, какая-то именно жизнь. Да, жизнь, знакомая, странная, приятная, уютная, непафосная, домашняя. Валентину Филиппову за иголку и нитку побудило взяться желание уйти от всяких печальных мыслей. Тянешь иголочку с ниточкой, рождается картина и думается о хорошем. Валентина Михайловна выбирает для вышивания то, что глазу приятно. На выставку представила три работы. Среди них наиболее сложная в вышивке – Алиса с игрушкой. Она вышивается на равномерке, очень много там бифстичек. Технически она очень тяжелая. Надо ей это пройти так. С интересом на вторую работу «Танго в ночи» смотрит художник Борис Коган. Говорит, близка по эмоциональному настрою. Молодых и маститых Зловни, Долгопрудного, Москвы, Федоскина объединила галерея на рождественской выставке. Продолжая традиции, заложенные при ее создании. Атмосферу новогоднего торжества, рождественской жизнерадостности и ожидания чуда помог создать в этот вечер коллектив «Тынде-рынде». Лариса Панина, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».